Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Можно ли делать утреннюю зарядку, одновременно слушая и смотря псалмы на компьютере, в том числе и шестопсалми? Не является ли это некоторой вольностью? С уважением, Сергей. Дорогой, благочестивый Сергей, который пытается и бодрый дух сохранить, и о душе не забывает. Конечно же, в идеале надо встать перед Богом, перед иконочкой, в тишине, ничто не отвлекало, открыть псалтирь и начинать внимательно читать. Останавливаться на каких-то особых местах, возвращаться к тому, что не понял, открыть даже параллельный русский перевод или толкование, с чувством, с толком, с расстановкой. Это, конечно, некоторый идеал. Почему к нему и не стремиться? Но если включать в своей жизни такого духовного перфекциониста, то ничего не получится. Пока ты будешь искать удобный момент, чтобы помолиться с комфортом духовным, то ты и за 10 лет ни псалтирь, ни Евангелие не откроешь. Поэтому, исходя из темпов современной жизни, спасаемся, как умеем. Есть возможность прочитать любое молитвенное правило в тишине и спокойствии. Прежде всякого дела. Пожалуйста, конечно, молись так. Даже если ты так помолился, а дальше занимаешься спортом и думаешь, слушать современную попсу не хочется. Лекцию какую-нибудь богословскую тяжело. А вот псалтир я бы послушал. Слушай на здоровье. Внем ли в священной арфе пророка Давида? Молись. Делай свою зарядку и слушай. Я не думаю, конечно, что это будет таким исполнением, таким настоящим, глубоким исполнением молитвенного правила. Все равно это будет больше культурно-церковное мероприятие, нежели непосредственно такое духовное упражнение. Но зато у тебя будет на слуху этот псалом. Ты 330 раз его прослушаешь, и он уже будет частью твоего сознания. И тебе легче будет его понимать и узнавать в церкви, какие-то отрывки из него. Но все богослужие, они состоят из каких-то аллюзий на псалтире или уже непосредственно текстов псалтире. Это будет некоторая, по сути, если хотите, обучающая программа. Ведь студенты тоже изучают и псалтирь, и Евангелие в духовных семинариях, и академиях, но изучают именно с библейской точки, с библеистической точки зрения, экзогетической, археологической, исторической. То есть препарируют этот текст. То есть они не молятся в данный момент, хотя читают, по сути, слова молитвы. Если речь, допустим, идет о тех же псалмах Давидовых или о Слове Божьем, Нового или Ветхого Завета. Поэтому для того, повторюсь, лучше в псалтире слушать или смотреть на ютюбе или то же самое Евангелие, которое читают, допустим, сейчас несколько проектов есть. Лучше его, чем какой-нибудь сериальчик, какой-нибудь фильм, какую-то музыку, пусть даже хорошую. Хорошо, когда фоном идет что-то, тебя поднимающее ввысь, в горе. Мой знакомый батюшка когда-то говорил, отвечал на вопросы. Батюшка, можно ли слушать молитву по магнитофону? Давно спрашивали. Говорит, ну, можно, конечно. Вот магнитофон будет молиться, он и спасется. А ты нет. Поэтому мне кажется, что всю свою духовную жизнь заключить в наши гаджеты, наверное, не стоит. И только слушать, только смотреть. То есть молитесь сами по книге. Ну, или через телефон, но все равно используя текст. А фоном, если хотите, то псалтир слушайте. Что касается шестопсалми, ну, не знаю. С одной стороны, это простые псалмы, а с другой стороны, это один из самых важных моментов на все наше наблюдение. Часть утренней, которая символизирует собой суд Божий. Когда в храме слышишь, что ты вроде бы как бы на страшном суде находишься, а когда дома, вот в той же последовательности. Ну, как бы, между прочим, мне кажется, наверное, не стоит. Но и греховного здесь ничего не вижу. То есть это лично мое отношение. Поэтому, наверное, псалтирь слушайте фоном. А шестопсалм, наверное, не надо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok